Библейский портал экзегет.ру представляет Братья и сестры, сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Иоанна. И сегодня мы будем читать 16 главу этого Евангелия. Оно начинается словами, продолжается прямая речь Христа, и Он говорит «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». «Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что Я сказал вам о том, не говорил же всего вам сначала, потому что был с вами». «О чем здесь говорит Христос?» Он говорит о том, что, когда Он покинет Своих учеников, их ждут преследования и гонения. Ранее Он как бы не говорил им об этом, имея в виду, что Он с ними, и Он мог в любой момент защитить их, точно так же, как Он мог защитить и самого себя. Мы знаем, например, однажды Христос сказал, «Неужели вы думаете, я не могу умолить Отца, и Он пошлет мне легион ангелов на помощь?» И это действительно так. Один ангел даже, он способен вообще перевернуть всю нашу планету. Ангелы – это очень высокоорганизованные существа, но они всецело подчиняются Богу. Итак, Христос предупреждает всех нас, верующих в Него, что наступает время, когда даже убивающие нас будут думать, что они тем самым служат Богу. И это те, которые не познали ни Отца, ни Сына. То есть речь идет о нехристианах. По отношению к тому времени речь идет об иудеях, а по отношению к нашему времени, вы знаете, на Востоке есть агаряне, мусульмане, среди которых есть всякие секты, и когда они умершляют христиан, они думают, что этим самым они служат Богу. То, как они понимают Бога и Его волю по отношению к ним и по отношению к тем, которые верят несколько иначе, чем они. Давайте посмотрим, что пишет Беда Достопочтенный. Это его гомилия на Евангелие. Спаситель заблаговременно предупредил своих учеников о том, что они не только будут изгнаны из сообщества своих соплеменников, но и примут от их рук смертные муки. Иудеи же полагали, будто служат Богу тем, что преследуют служителей Нового Завета, ненавидя и умертвляя их. Апостол говорит, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Это слова апостола Павла. Далее Беда Достопочтенный пишет, словно бы он говорил, вам предстоит претерпеть сражения и страдания от ваших соплеменников, но тем терпеливее принимайте их, ибо понимаете, что они на вас нападают не сколько из ненависти к вам, сколько из рвения служить закону Божьему. И помня это наставление, блаженный мученик Стефан молился о тех, кто побивал его камнями. Ревнуя о законе, они думали, иудеи, что служат Богу, когда убивали вестников благодати. То есть, по отношению к первому времени это были иудеи, потом чаще это были язычники римляне и язычники-греки, которые обвиняли христиан в оскорблении их богов или в оскорблении императора. В наше время тоже мы слышим, как по отношению к христиан используют разные обвинения, чаще политического характера, когда христиан представляют как бы врагами общества в разных странах мира и христиан обезглавливают на Ближнем Востоке. Это вот та реальность, в которой мы живем. И мы видим, как и в России меняется отношение к церкви, к христианам, потому что средства массовой информации, они как бы завладели сознанием людей и они манипулируют людьми, как хотят. И они делают людьми даже агрессивными по отношению к церкви и служителям Христа. Так что те готовы начать новые, более жестокие гонения против народа Божия. Хотя так называемые демократические режимы, они подчеркивают, что у них свобода совести, свобода вероисповедания. Но получается так, что свобода как бы для всех сект, для разных там псевдо-христианских течений, но во многих странах мира преследует именно историческое христианство. Так в Западной Европе подвергают преследованию католическую церковь, когда устраивают целые кампании по дискредитации этой древней церкви. И у нас мы видим, что все делается для того, чтобы нападать на православие. И вообще и в греческом мире сейчас резко вдруг изменилось отношение к собственной религиозной традиции. Так что в самой Греции, например, хотят исключить упоминание о Христе, о Троице, из Конституции. И священники уже не будут как бы людьми, которых ценит государство, потому что в Греции на настоящий момент церковь, как бы, она не отделена от государства, но хотят отделить и чтобы государство обрело абсолютно светское лицо, но абсолютно светского лица быть не может ни у какого государства. И когда преследуют истинную религию, то пышными цветами распускаются всякие ереси, внешне привлекательные псевдорелигиозные течения, которые уловляют людей в свои секты. Христос наставит на том, что все это происходит, потому что эти люди, которые гонят христиан, они не познали ни отца, ни сына. И Кирилл Александрийский в своих комментариях на Евангелие Теана пишет в этих словах Господь наш Иисус Христос защищается и как бы обвиняет иудейские дерзости, налагая поэтому тяжкий и губительный приговор на тех, кто бесчестит его своей жестокостью к самим святым апостолам. ведь не на них собственно должно обращаться прегрешение, но направляться на самого того Господа, кто налагает служение божественного апостольства, как без сомнения и к Самуилу святому некогда говорил о сынах Израилевых Господь, что не тебя уничижили, но меня уничижили. То есть, понимание Кирилла Александрийского гонения на христиан это на самом деле гонения на Христа. И если нас ненавидят, то прежде всего потому, что мы отличаемся от этих людей нетерпимым отношением ко греху. И если даже грех проявляется в нашей среде, сами согрешающие христиане, они тоже ненавидят свой грех, но мир, как я вам часто говорю, вот нам никогда ничего не прощает. Любая наша ошибка, она будет поставлена нам на вид, поэтому в Писании сказано не подавайте повода ищущим повод. То есть, мы должны жить так, так проходить свое странствование, чтобы никто не смог придраться к нам, чтобы ради нас имя Божие не хулилось среди этих безбожников и язычников и еретиков. Святитель Иоанн Златоуст пишет в своих гамильях на Евангелие Атеана «Достаточно для вашего утешения, что вы будете терпеть это за меня, то есть за Христа и за Отца». Здесь Он, Христос, опять напоминает им о блаженстве, о котором говорил вначале «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправильно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Действительно, для нас очень важно преодолеть вот этот период гонений, который грядет на всю вселенную и не оступиться бы в эти тяжелые дни. Поэтому Христос говорит, «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том, не говорил же всего вам сначала, то есть о гонениях, потому что был с вами». то есть когда гонения примут такой уже открытый характер, когда начнут убивать за факт, что человек крещен, что он молится, нам не надо удивляться, потому что Господь это все предсказал. И это уже начинается на Ближнем Востоке, это уже реальность. Мы это видели в Сирии, мы это видели в Африке, когда христиан просто уничтожают по факту, что они христиане и не хотят переходить ни в какой ислам. Далее Христос возвращается к теме утешителя Духа истины, эта тема, она проходит через несколько глав Евангелия от Иоанна. И здесь Христос говорит, это с 5 стиха и ниже, «А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». Почему теперь печалью исполнилось сердце апостолов? Потому что Господь говорит им о том, что Он скоро их покинет. И так, как они чувствовали себя совершенно безопасно в присутствии Христа, они видели, как Он укращал бурю на море, так, что сразу становилась нормальная погода, как Он творил разные чудеса, здесь они чувствовали себя очень уверенно. Но теперь, когда Он говорит о том, что Он уходит, апостолы даже не решаются спросить, куда идешь, потому что сама мысль для них это невыносимо, то, что Учитель уходит от них, поэтому Он и говорит, а теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Христос идет к Отцу пославшему Его, и Беда достопочтенный пишет, словно бы Он, Христос, говорил ясно своим восхождением, я вернуся к тому, кто определил Мне воплотиться, и столь велика и очевидна будет слава сего восхождения, что никому из вас не будет нужно спрашивать, куда Я отправляюсь, потому что вы все увидите, что Я отправляюсь на небеса. И действительно, Вознесение Христа будет на глазах у апостолов, и около 150 христиан будут свидетелями Его славного Вознесения, как Он будет возноситься на небо. Они будут стоять и смотреть, пока облако не возьмет Его из их вида. Таким образом, Христос как бы предоставляет им возможность стать свидетелями своего отшествия от этого мира. И слава этого отшествия будет столь велика, что христиане будут праздновать Вознесение Сына Божия на небо, потому что Он возносится в человеческой природе, как истинный Бог и истинный человек. И таким образом Он возносит природу каждого из нас на небеса и Он выседает в человеческом теле, одеснуя Бога Отца, как Бога человек, ходатай и посредник за весь род человеческий, что позволяет апостолу Павлу позже говорить, что во Христе Иисусе мы все уже посажены на небесах, потому что Христос Иисус подобен нам во всем, кроме греха. И Он там выседает как человек от лица рода человеческого. И далее Христос говорит, но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, учитель утешитель, то есть Дух Святой не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И Он, придя, обличит мир в грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в Меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. О чем здесь говорит Христос? Он говорит здесь о том, что для нас лучше, если Дух Святой войдет в этот мир, войдет в сердца верующих христиан, и Он будет наставлять и научать их на всякую правду, и в том числе Дух Святой будет свидетельствовать и о суде же, что князь мира сего осужден. То есть страданиями Иисуса Христа нашего Господа одержана победа над дьяволом. И давайте посмотрим, что пишет Амвросиаст, это трактат вопроса относительно Ветхого и Нового Завета, он пишет о суде над дьяволом. Бесы, видя, как души из ада поднимаются на небеса, узнали, что князь мира сего осужден, став повинным случившимся со Спасителем. Он потерял право владеть всем, чем владел. Это видно было при восхождении Спасителя, а совершенно явно дано было при сошествии Духа Святаго на учеников. О чем здесь пишет Амвросиаст? Он пишет о том, что Христос, сойдя в ад, вывел оттуда души, введя их в небеса, в небесное царство. И когда дьявол, который удерживал эти души в аду, он не смог их больше удерживать, даже бесы стали свидетелями поражения главного из них самого лукавого дьявола и вознесение Спасителя на небо в человеческой природе, это оправдание человеческой природы, что теперь и нас верующих ожидает такое же вознесение. А то, что благодаря этому вознесению Дух Святой исходит на нас, это полное поражение дьявола, потому что когда Бог творил человека, Он вдохнул в него дыхание жизни, действие благодати Духа Святаго сотворило человека живым и совершенным. Таким образом, то, что натворил дьявол, все это разрушается. Ад разрушен, узники ада возносятся на небеса, человеческая природа во Христе Иисусе тоже восходит на небеса, а Дух Святой поселяется в людях, живущих на земле. Если раньше Христос говорил о человеческом сердце, что оно исполнено всяких грехов, то уже в Новом Завете говорится, особенно в апостольских посланиях, о том, что верою надлежит Христу вселиться в сердца наши. Это происходит действием Духа Святаго, когда Он входит в нас. Ибо Дух Святой, Он же Дух Христов, так Он называется, Он называется и Дух Отца, и Дух Сына, и Он входит и поселяется в верующих людях. Собственно говоря, мы постигаем истинной веры именно Духом Святым. Об этом, конечно же, нам никогда не надо забывать. И с 12 стиха и ниже Христос говорит, еще немного имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Почему Он так говорит? Потому что апостолы еще плотские люди. Они перестанут быть плотскими людьми и станут духовными только в День Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой сойдет на них. И хотя Христос имел нечто сказать им, а в то же время Он понимает, что теперь они еще не готовы это вместить. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Святой, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он, то есть Дух Святой, прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. что означают эти слова, все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет, то есть Дух Святой возвестит вам. Отец есть тот, от которого исходит Дух Святой, но Дух Святой исходит от Отца во имя Христа, во имя его голговских страданий, потому что своими страданиями он очистил человеческие души и сделал их способными принять себя Духа Святаго, ибо в лукавую душу, как мы знаем, не внидит премудрость Божия. Это совершенно невозможно. Далее Христос начинает говорить о том, что он идет к Отцу. Но давайте посмотрим, какие есть объяснения на стихи, которые мы прочитали. Вот Иларий Пиктовийский в трактате о Троице пишет «Согласно апостолу Господи Дух Святой совершенно знает Твое сокровенное и проникает в Него. Он, как бы молится Иларий, ходатайствует из-за меня, сообщая Тебе, то есть Христу, то, для чего я не нахожу слов. Ничто не способно проникнуть в сущность Твою, кроме того, что божественно, и глубины неизмеримого величия Твоего не смогут быть измерены никакой силой, которая чужда тебе. Все, что проникает в Тебя, уже Твое, и ничто, что способно исследовать недра Твои, не может быть не Твоим. Твой Святой Дух. И здесь, конечно, Иларий Пихтовийский, он ссылается на послание к римлянам, где говорится о том, что мы не знаем, как молиться, и мы не знаем, о чем нам просить Бога. Но сам Дух Божий молится в нас воздыханиями неизреченными. То есть, когда мы возносим молитву, Дух Святой ее возносит ко Христу, Христос принимает эту молитву, и через Дух Святой Христос открывает нам свою волю. Таким образом, Дух Святой это непрерывная связь между Церковью и самим Христом, а через Христа с Богом Отцом. Как и сказано, един ходатый, един посредник, между Богом и человеками человек Христос Иисус. И мы должны как бы разуметь, что вот эта иерархия, она существует, то, как истина открывается нам, проистекающая от Отца во имя Сына, действием Духа Святаго, который научает и наставляет нас на всякую правду. Сказав о том, что они не будут одиноки, что действие Духа Святаго напомнит им все слова, которые говорил Христос. Далее Он восклицает, вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. О чем это здесь говорит Христос. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Если кто тщательно исследует, то обнаружат, что и это самое, а именно слова «Я иду к Отцу» служит утешением, ибо этим Иисус показал, что не погибнет, но Его кончина, то есть смерть на кресте, есть некое представление, но Он Христос предложил и другое утешение. Он не сказал только «Вскоре вы не увидите Меня», но добавил «Вскоре увидите Меня», показывая, что возвратится и разлука будет кратковременной, а общение с Ним постоянное. как можно понять эти слова? Во-первых, их можно отнести к тому, что когда Христос умирает на кресте, проходит всего три дня, Он воскрес и явился живым своим ученикам. Но с другой стороны, эти слова можно отнести и ко второму пришествию. Христос все-таки покинул этот мир и когда апостолы смотрели, как Он возносится, к ним подошли два ангела и сказали «Как вы видите всего Иисуса, возносящегося на небо, так Он и вернется». И с этого момента история Церкви становится ожиданием. Но кто-то из вас скажет «А почему же сказано, что Он вскоре вернется? прошло уже почти две тысячи лет». Но что такое две тысячи лет неполных в глазах Бога, у Которого один день как тысячи лет? Если у Бога один день как тысячи лет, то все эти события произошли позавчера. Получается так. Потому что Христос выходит на общественное служение в тридцать лет, в тридцать три года Он умирает на кресте, потом Он воскрес, вознесся на небеса. Вот получается, что всего позавчера происходили все эти события в глазах того, как время скоротечно. Ну и, как часто я вам говорю, жизнь наша тоже очень скоротечна, и встреча со Христом происходит сразу, как только сияние этой жизни гаснет для христиан, они входят в свет Христов и переживают эту встречу. И в каждом поколении христиан прошедших времен эта встреча со Христом уже состоялась. В каждом поколении они, когда умирали, они входили в этот иной мир радостного общения со Христом. почему апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Итак, далее мы читаем 17 стих, тут некоторые из учеников его сказали один другому, что это он говорит нам? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу. Итак, они говорили, что это говорит он вскоре, а не знаем, что говорит. Итак, они говорили, что это говорит он вскоре, не знаем, что говорит. То есть, для них это было немножко непонятно. И далее. Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им, о том ли, спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, опять вскоре увидите меня. Истинно, истинно, говорю вам, вы восплачете и возрадаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но, когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно, говорю вам, о чем не попросите отца, во имя мое даст вам. До ныне вы ничего не просили, во имя мое просите и получите, чтобы радость ваша была совершена. вот здесь Христос вновь и вновь проявляет свою божественную природу. Он говорит, что можно молиться ему, то есть можно, обращаясь к Богу Отцу, просить Бога Отца во имя Бога Сына, что для апостолов было какой-то неожиданностью, но они, конечно же, все это приняли с радостью. Особенно после того, как Христос воскрес из мертвых, а потом и вознесся на небеса, уже не оставалось никаких сомнений в его божественной природе. Действительно, когда женщина рождает, она очень много мучается, страдает, но когда младенец родился, от радости возникновение новой жизни, когда младенца кладут рядом с нею, она уже не помнит тех страданий, которые переносила она вне себя от радости. И когда все трудности этой земной жизни останутся позади, и мы войдем в Царствие Божие, мы будем с радостью вспоминать все тягости, которые мы перенесли в земной жизни, понимая, что вот целью была вот эта вечная жизнь, в которой мы оказались. Если бы на земле мы не потерпели бы некого урона, может быть, мы не смогли бы оказаться в обителях Божьих и наслаждаться общением с Богом. Один человек, очень духовный, он мне говорил так, что в будущей жизни мы будем вспоминать очень многое из того, что происходило здесь. Мы будем вспоминать каждое причастие, испытывать некую ностальгию. Почему? Потому что таинство причастия прекращается со вторым пришествием Христа. Он сам сказал, «Сие творите в мое вспоминание, пока я не приду». А когда он приходит, это все прекращается. А ведь даже ангелы, небожители не могут причащаться, то есть принимать Христа внутрь себя, святых дарах и они завистью смотрят и с великим ужасом и трепетом на то, как мы, созданные из праха земного, причащаемся его тела и крови. Конечно, с радостью мы будем вспоминать и наши духовные беседы, то общение, которое вы имели с разными священниками, как они вам подсказывали, путь, по которому надо идти. мы с радостью будем вспоминать, как мы читали Священное Писание и как это Слово, оно открывалось для нас, раскрывая перед нами новые горизонты. И далее мы читаем, Христос говорит, до сели я говорил вам притчами, что наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об отце. До сели я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я ишел от Бога. Я ишел от Отца, и пришел в мир, и опять, оставляя мир, и иду к Отцу. Вот здесь Христос приоткрывает такую тайну. Мы привыкли рассуждать о Христе как о посреднике, который ходатайствует за нас пред Отцом Небесным. Но ведь Христа в этот мир и послал Сам Отец Небесный. Все мы помним эти слова. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. И мы с вами говорили, почему важно было, чтобы Сын Божий соделался человеком. И одержал победу над дьяволом, будучи истинным человеком. Почему это важно? Потому что если бы Бог Отец Сам сокрушил бы дьявола и отсек его влияние против нас, то дьявол мог бы сказать, что он победил человека, Адама, первого человека, но проиграл Богу. Но чтобы восстановить некий такой приоритет, достоинство человека, созданного по образу и подобию Бога, Сын Божий становится человеком и в своем истинном человечестве одерживает победу над дьяволом. Потому что он приходит в этот мир, как второй Адам, как новый Адам и совершает дело нашего спасения. То есть спасает нас не без нас, потому что принимает на себя нашу природу. И здесь он говорит, да, вы будете просить Отца во имя Мое, но знайте, ибо Отец любит вас. Ибо Сам Отец любит вас, прочитали мы, «Потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я ишел от Бога». Давайте посмотрим, какое есть объяснение этих слов «Сам Отец любит вас». Истолкование Иоанна Златоуста. «У Бога все обстоит иначе, ибо Он не нуждается в посредниках для почитающих Его и дарует благодать, призываемой не столько другими, сколько нами самими, имеющими нужду в ней, в благодати». Он, Бог, желает, чтобы мы многое просили у Него, и имеет на то великое благоволение, ибо это единственный заемщик, который, когда у Него просят, проявляет благоволение и дает то, чего мы не занимали. И если увидит, что проситель сильно приступает, подает то, чего не брал у нас. «Если же вяло мы просим, то Сам медлит Господь, не потому, чтобы не желал подать, но потому, что Ему угодно, чтобы мы просили у Него. Ибо Бог медлит с даром просящим, не потому, что ненавидит или отвращается от нас, но потому, что промедлением с даром желает постоянно удерживать нас при себе. Так поступают и любящие отцы, ибо они с задержкой дара, подарка, хитроумно достигают постоянного пребывания с ними, нерадивых детишек. «Ты слышал? Возблагодари за то, что слышал. Не слышал? Останься, чтобы услышать. Но даже если будешь одинок и лишён попечения, сам призови Бога, и обязательно достигнешь просимого». Здесь Златоуст говорит о том, что Писание всё-таки говорит с нами на человеческом языке. И когда Писание говорит, что вот сын ходатайствует за нас, пред отцом, как бы выпрашивает что-то у отца для нас, но мы уже знаем. Отец послал сына в этот мир, и это проявление любви отца, то, что сын пришёл сюда. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего. Сын приходит сюда от избытка любви к нам, а действие Духа Святаго – это прямое действие божественной любви, как апостол Павел пишет, «Ибо любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». Таким образом, доступ к Богу открыт, но так как мы плотские и неуверенные в себе, которые всё время сомневаются, а не отвернулся ли от нас Бог, например, из-за последнего преступления, которое мы совершили. Это мы видим и в Ветхом Завете. Например, Авраам одерживает битву. Когда была битва царей, в плен попал его племянник Лот, и Авраам одержал победу и освободил своего племянника. И чего-то испугался, совершенно необъяснимо, непонятно. И Господь является и говорит, «Не бойся, Авраам, не бойся, награда твоя велика». Чего же испугался Авраам? Он испугался того, что как бы лимит божественной любви исчерпан в том, что Господь помог ему с маленькой группой людей разгромить царей. То есть, такие люди, как Авраам, они никогда не сомневались в обетованиях Божьих, но они всегда сомневались в себе. Да, Бог обещал Аврааму, что он его не оставит, что он его благословит, но эти люди сомневались в себе. Также Иаков, которому Бог сказал, «Ты покинешь эту землю, потом ты вернёшься сюда». А смотрите, как он возвращается. Он трёсся от страха. Он узнал, что там Исаф идёт с войнами многими. И он от страха трёсся. Неужели он сомневался в обетовании Божьем? Бог ему сказал, «Ты уйдёшь, и ты вернёшься. Я позабочусь о тебе». Иаков сомневался в себе. Так и мы, когда у нас всё хорошо, когда мы крепки в вере, когда Господь защищает нас от греха, мы чувствуем себя уверенно. Но вдруг мы оступились и совершили что-то недопустимое. И хотя мы не сомневаемся в Боге, но мы всегда сомневаемся в себе. А продолжает ли Он любить нас так, как и раньше? А здесь Христос как раз и говорит и о любви собственной к роду человеческому и о любви Отца к нам. «Я ишёл от Отца и пришёл в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему, «Вот теперь ты прямо говоришь, и причи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь всё и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. посему веруям, что ты от Бога ишёл». То есть он прочитал все их мысли, он прочитал все их сомнения апостолов и ответил по их мыслям, по их сомнениях, поэтому они и говорят, вот теперь мы понимаем, что ты не нуждайся в том, чтобы кто-то тебя спрашивал, ты видишь наши сомнения, ты видишь наши мысли, ты точно от Бога ишёл. Что значит «от Бога ишёл»? Ты Бог, света от света, Бога истина от Бога истины, ты Сын Божий. Это очень утешительные для нас слова, что прежде нашего вопрошания Бог знает все наши сомнения, Он знает все эти чувства, которые переполняют нас. И Он всегда действует немножко на опережение. Бывает так, что у человека только возникает какая-то проблема, и уже идут какие-то подсказки от Господа действием Духа Святаго, или какую-то книгу взял, открыл святоотеческую. Надо же, вот прямо написано, как будто это письмо по почте получил. Такое впечатление создаётся. Ученики Его сказали Ему, вот теперь ты прямо говоришь, и притчами не говоришь никакой. И притчей не говоришь никакой. Действительно, Христос с учениками, вот в тот момент Он мог уже говорить, называя вещи своими именами, но ещё не до конца, потому что только тогда, когда они получат Духа Святаго, прямой такой канал общения с Богом, у них будет установлен. Иисус отвечал им, теперь веруйте. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною, сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Здесь Христос вопрошает своих учеников, Он задаёт им вопрос, теперь веруете? Вам кажется, что теперь вы как бы и познали, и притчи не нужны, но ещё вас ждёт тяжёлое испытание. Наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону. А почему Христос говорит, что настал уже этот час? Имеется в виду, что в сердце у Юды уже поселились все его вот эти сомнения всякие, вот эти планы совершить предательство, они уже обнаружены в его сердце. И хотя он ещё как бы не отошёл от Христа, от апостолов, но душою своей он уже в неком рассеянии, то есть он уже как бы ищет, кому и за какую сумму можно предать Христа. Христос утешает апостолов словами, рассказав о том, что их ждёт некое кораблекрушение вере, что все они разбегутся, рассеются, но Он, сказав это, не оставляет их без надежды. Он говорит, мужайтесь, я победил мир. Вот тот самый мир, о котором вышел Он сказал, в мире будете иметь скорбь, мужайтесь, я победил мир. О чём эти слова? Здесь, конечно, очень важно понять, вот 33 стих, он такой сложный стих. здесь трижды произносится вот это слово мир. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. Имеется в виду, чтобы через меня примирились с Богом Отцом. Это мир имеется в виду, как отсутствие вражды, потому что во Христе, вражда с Богом у грешника прекращается, и он примиряется с Богом Отцом. В мире будете иметь скорбь. Русское слово мир, оно такое многогранное. Мир, как отсутствие войны, и мир, как мир, в котором мы живём. То есть пространство некое. Вот, например, роман Толстого называется «Война и мир». И некоторые думают, а какой мир имеется в виду? И даже некоторые шутят, говорят, девочки, когда читают «Войну и мир», любят читать про мир, а мальчики любят читать про войну. На самом деле в русском языке до революции десятиричное «и» показывало, какой мир имеется в виду. и если вы вспомните этот роман Толстого, там война-то идёт на протяжении всего романа, а не начиная с третьего тома. Там в Австрии какие-то военные события, в других местах. Поэтому мир там имеется в виду пространство, люди. То есть война и люди на войне. на английском переводят просто как «люди на войне». Название это. А у нас это слово такое, ну, как бы многозначное. Так вот, смотрите, первая позиция. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Он примеряет нас с Богом Отцом. «В мире будете иметь скорбь», то есть в этой жизни будете иметь скорбь в земной. «Но мужайтесь, я победил мир». Это не значит, что он объявляет войну. Он победил мир греховный, мир греха, мир, захваченный дьяволом. Такой смысл в этих словах. Давайте посмотрим, какие истолкования есть на эти слова «Мужайтесь, я победил мир». Григорий Неокисарийский в трактате о вере пишет, «Христос говорит, мужайтесь, я победил мир». Не на божественную битву ссылаясь, но указывая на собственную плоть, победившую страдание, смерть и тление. То есть, Христос одерживает победу над страданием, смертью и тлением нас ради человек и нашего ради спасения. Он своим страданием как бы попирает страдания и делает нам уступку более легче переносить муки. Свою смертью он попрал смерть. И здесь, конечно, Григорий Неокисарийский использует слово «тление», что он побеждает тление своим нетлением, но это не значит, что в нем присутствовало какое-либо тление, то есть, он нам предлагает уже в этой жизни стяжать нечто нетленное, то есть, его смерть чужда всякому тлению. Ориген пишет «И мы подвергаемся преследованию, когда Бог дает возможность искусителю преследовать нас», то есть, дьявол не может нас искушать, если ему не разрешит Бог. Ориген пишет далее, это вот трактат против Цельса, «Когда же Бог не хочет, чтобы мы претерпевали все это, мы и в ненавидящем нас мире поразительным образом пребываем в покое и укрепляемся словом, сказавшего мужайтесь, я победил мир». Действительно, мы, даже пребывая в мире греховном, чувствуем себя под некой защитой, нам не надо бояться этого мира. Христос говорит «Мужайтесь», он победитель этого мира. И Ориген оканчивает «И воистину победил он, Христос, мир, ибо мир имеет силу лишь постольку, поскольку он, Христос, взявший от Отца победу над миром, мы же сей победой укрепляемся». То есть, мир может действовать только в тех рамках, которые допускает для него Бог, не больше и не меньше. Максим Исповедник пишет «Нам восстающим из-за страстей против Бога и из-за греха терпящим приношения дани злому тирану и убийце душ дьяволу невозможно стать его Господа друзьями, если прежде мы не ополчимся совершенно на лукавого дьявола, ибо до того времени мы остаемся врагами и противниками Божьими, даже если прикрываемся наименованием верных, то есть христиан, пока желаем быть рабами страстей и нечестия. И нам не будет никакой пользы от мира в мире, когда душа пребывает в дурном состоянии, восстает на собственного Создателя и не выносит пребывания в его царстве. Еще преданное тысячам свирепых владык, бесов, принуждающих ее ко греху и лукаво побуждающих к выбору пути, ведущего в погибель вместо спасения. Бог сотворил нас для того, чтобы мы стали причастниками божественной природы, общниками его вечности и явились подобными ему по благодатному обожению, благодаря которому есть всякое составление и пребывание сущего, отклонение от несущего и становления. Если мы стремимся именоваться и быть Божьими, давайте подвязаться в том, чтобы не предавать Слово Христа страстям подобно Июде или не отрекаться подобно Петру, ибо отречение от Слова Христа есть отступление от доброделания из-за страха о предательстве сознательное совершение греха и устремление ко греху. Максим Исповедник идет еще дальше. Он говорит, да, Христос одержал победу над этим миром, но Христос действительно не хочет спасать нас без нас. Мы должны войти в Его победу и в себе самом одержать победу над собственным вожделением, над собственными страстями, чтобы в нашем сердце, где теперь царствует грех, воцарился бы Христос как победитель этого мира, как торжествующий спаситель, который сообщает нам новый формат бытия в себе самом, в Боге и с Богом. Итак, сегодняшняя глава, это, как я уже говорил и в начале этой беседы, это продолжение такого монолога Христа Спасителя. Далее мы уже будем говорить о самых последних моментах в жизни Сына Божия. как Христос говорит, уже немного осталось времени и у нас уже осталось немного занятий, всего осталось несколько глав. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, будем изучать 17 главу, а в этом Евангелии всего 22 главы, так что медленно может быть, но неуклонно мы следуем по тому пути, который начертал евангелист Иоанн Богослов для нас, чтобы в сердце нашем отобразились слова Христа Иисуса и те дела, которые Он совершал нас ради человек и нашего ради спасения. Иисуса